Так, господа, вы только посмотрите, какая красота! Это же карточка Тинькофф Банка, да не простая, а с зелом, а еще можно сделать с УАЗиком, а еще можно сделать с Бентли ультратанком и даже днищем X5M. И все это теперь доступно вам. Да, это действительно лимитированная серия карт с уникальным дизайном, которых, собственно, 4, как я только что и сказал. И поскольку это Тинькофф Блэк, ему сопутствуют все те же самые крутые плюшки. Это и 3,5% годовых на остаток по счету, и 1% кэшбэка вообще с любых покупок, до 15% кэшбэка на выбранные категории, которые вы сами выбираете в приложении Тинькофф, до 20% кэшбэка на покупку билетов в кино, театры или концерты в приложении Тинькофф Банк. И весь этот кэшбэк вы, естественно, получаете не балами, не фантиками, не деревянами, а самыми настоящими рублями, которые падают вам на карту, а потом их с этой карты можно снять без комиссии, в любом банкомате. Любого банка, любой страны мира, в пределах лимита, естественно. Переводить деньги теперь на другую карту просто по номеру карты или по номеру телефона также можно без комиссии, естественно, также в пределах лимита. И сверху к этому еще прикручено крутое предложение. Если вы пройдете по ссылке прямо сейчас и оформите карту, то вы получите 20% кэшбэк на игры для Xbox, PlayStation, Steam, Origin, Blizzard и многих других, 15% кэшбэк на покупку еды в Delivery Club или Яндекс.Еде и 10% кэшбэк на покупки в App Store, Google Play или Spotify. Ребята, торопитесь, проходите по ссылочкам в описании, оформляйте карту, ибо предложение ограничено. Субтитры сделал DimaTorzok Да, господа, здравствуйте. Наконец-то наступил этот момент на, получается, в восьмом году блогерской деятельности меня, что доверили мне Феррари. О том, какая это Феррари, мы все дружно прочитали на панели прямо сейчас. Она называется F8 Spider. Ну, как я понимаю, Spider-то потому, что она кабриолет. Видимо, есть еще модификация просто F8. Я долго думал сначала, знаете, подготовиться, какие-то спики, может быть, что-то узнать, никто даже не хочет разбираться в Феррари. Вот, ребят, вам что было интересно? Как крыша откидывается, по-моему, вы оба набросились, сказали. Потом после этого, что? Где монитор главный? Как включить первую передачу? Даже до сих пор никто из вас не спросил, что за мотор. Вообще неинтересно. Ну, я уже сам сказал, потому что мне это стало интересно, и тоже не в первую очередь. Так вот здесь V8 битурбовая. То есть эта машина все-таки ближе к Уракану. То есть это не 911, это типа Уракан, потому что мотор сзади, это V8 турбовая. И это не V12, которая крутится в 9000, да? Это не Берлинета какая-нибудь Феррари, к которой мы привык, где вот это... Вот это дикий мотор. Нет, здесь такого нет. Это все, что более-менее понятно. Я на мне чуть проехался, и я понял, что это не Корчалыга. Вот что самое главное. Потому что когда вы берете Ураган или Авентадор, вы просто в Корче, то есть Ламбо это 100% Корчалыга. Есть противовес, есть 911, который очень комфортный, который Гольф пока вы не нажмете спортреспонд кнопочку, а до этого он чистый Гольф. И здесь, ребята, золотая середина между 911, потому что есть уже комфорт, это не Корч 100% и тем же самым Ураканом. Но не Авентадором, Авентадор все-таки V12, а Уракан это V8. Так что мы имеем нечто среднее по ходовым характеристикам и, естественно, произведение искусства в красном свете, ребята. Внешка это то, из-за чего вы ее купите. Все остальное значение на самом деле не имеет. Субтитры сделал DimaTorzok Невозможно без улыбки сесть в этот салон. Здесь все немножко иначе. С электрокпп на манер прочих Феррари, это я даже видел еще в интернетах на старых моделях, здесь эти кнопочки. Реверс, автоматический режим переключения передач и лонч, это все понятно, аварийка и так далее. Ну-ка. Да, все работает, класс. На самом спидометре, на приборке вернее, спидометра как такового нет, у вас один будильник посередине с тахометром и заводитесь, вы зажимая и нажимая кнопку. Старт, стоп. Естественно, звук мы сразу видим дико агрессивный. Вот это управление магнитолой. Рядом с ним есть кнопочка настроек, ее можно также нажать. Вот эти мониторчики, это все, что есть, все делается этими кнопками, ничего сенсорного, никакого экрана здесь также нет. Вот так выглядит навигация, вот так реально выглядит навигация. Я не знаю, как ей можно пользоваться. Нажмем кнопочку другую, какую-нибудь переключим на спидометр. Все, поставим, чтобы спидометр хотя бы был справа. Передачи включаются, поскольку это 7-ступенчатый робот, я посмотрел СТС-кой, пау, все, мы можем ехать вперед. Все, отпустили с ручника автоматически, это очень удобно. Электрические сидушки, мы можем даже их отрегулировать. Выворота крайне мало, и поворотов руля, смотрите, крайнее левое положение руля, как стоит руль, и опа, два оборота, крайне правое положение руля. Робот пытается съехать в воду. Есть даже камера заднего вида, и один оборот до среднего положения руля, снова лепесток вперед, мы едем вперед. Да, здесь специфика очень гоночная, нету поворотников как таковых, вместо них есть кнопки. Нажимаете правую, поворачиваете направо, левую поворачиваете налево, завершаете этот поворот, нету лепестка дворников, нету лепестка круиз-контроля, вместо него есть управление круиз-контролем здесь слева, и она очень при этом широкая. То есть вы должны постоянно как-то на ней адаптироваться к тому, где вы проедете, где вы не проедете. И широкая она не потому, что низкая вам кажется, что она широкая, просто потому, что она реально капец широкая. А, лампочки у нас включаются здесь внизу, тумблером, зеркала у нас регулируются слева, стеклоподъемники посередине, здесь же мы можем опустить крышу и поднять ее, если нам нужно. Есть кнопочка поднять пневму, она практически под правым коленом, очень удобно при этом выглядит. И на этом обзор заканчивается. То есть в этой машине гораздо больше уже дальше спорта, нежели какого-то комфорта, хотя он есть. То есть как мы едем. Вот сейчас прям все у нас в полном порядке. Мы чувствуем себя прямо суперкомфортно. Полностью отсутствующая шумоизоляция. Вы слышите вот, да? Песочек элементарно, постоянно каждая песчинка прямо скребет к нам в днище, и мы чувствуем, что шумоизоляции нет. И это из-за весы, это нормально. Так, все время рука ищет поворотник, которого ты не можешь найти, потому что он в виде кнопки. Все, это полный выворот был. Это руль стоит прямо. А выворот был полный. Сейчас, чтобы повернуть направо, я использовал весь выворот, который есть в этой машине. Больше направо она повернуть уже не смогла бы. Вот так мы переезжаем прищурившись лежак. Следующий лежак. Мы вот так переезжаем. Отлично. И смотрите, вот просто мы должны сейчас, мы просто должны выехать направо со двора. полный выворот руля. Все, больше выворота нет. И, собственно, поворачиваем обратно. Но если... 57 км в час. Удивительно, но чтобы получить реально адреналин на Феррари, не нужно нарушать. Потому что просто малейшее нажатие, и все, 85, все-таки получается нарушать. Но это совершенно необязательно. Машина адреналинит сама по себе за счет своего невероятно взрывного характера. просто бешеные характеры. И тут я подумал, на секундочку, стойте, если все это работает вот так, снова лежачий полицейский, то давайте обратимся к документу. Нет, мы даже не счеркнули, я же зажмурился прямо, а. Давайте обратимся к документам. Посмотрим, с чем мы имеем дело. Оказывается, 1700 килограмм, задний привод и 720 лошадей. Ее невозможно удержать. Она буксует в любом случае. В любом случае она буксует. Невозможно взять и просто разогнаться на ней. Мы едем 30, мы захотели ускориться. Просто в пол. Нет, сейчас получилось. Допустим, да, роллом с 30, плавно нажимая газ, просто в спорте. Не в каком-то суперзлом режиме. Да, она может один раз попробовать сцепиться и у нас еще около идеальные условия. Солнышко, прогретый асфальт, 17 градусов. Во всех остальных случаях зад будет из-под вас просто вылетать. Эта машина не может никак зацепиться, потому что здесь должна быть сзади супердержаковая резина, а у нас сейчас сзади стоит не супердержаковая резина, поэтому, естественно, нам при любом кипише наступает абзац. Ну-ка. Вот так это выглядит. Вы понимаете, как? Она просто не может сама с собой справиться. Ей ничего не поделать. Я стою просто на светофоре и со светофора я решил нажать в пол. Она все равно пробуксовывает. А я ведь даже ничего особо не делал. А машине не зацепиться. Я не из спорта, ни с чем-то там отключенным. Это не был лонч. Я просто взял и нажал правую педаль. Мне хана. Ну, и поскольку резины держаковой у нас все равно нет, поэтому супер разгон до 100 мы не увидим, но здесь по паспорту 2,9 до 100. Эта штука выезжает из трех на заднем приводе. Вы сами понимаете, какие условия для этого должны сложиться. Сферические вакууми, естественно, идеальные. Таких у нас сегодня нет, но мы попробуем. Просто интересно. В конце концов, кнопка лонч у нас есть. Лежащий полицейский, перед ним можно быстро нажать кнопку поднятия пневмы. Она начинает быстро подниматься. Кстати, действительно быстро. Все, она поднялась. То есть, это очень быстро. Даже пневма в эфире. Полный выворот. Еле-еле мы вписываемся в две полосы. Нам было очень сложно, но мы смогли. Дальше. Что мы должны сделать? Мы должны встать ровно на дороге, включить лонч. Лонч включается у нас, скорее всего, из режима типа такого? Нет? Ну и давай просто. Нас просто снимают. Хорошо. Просто с двух педалей. Да, типа. 3.6. 3.6. Это не 2.9. Но ей вообще не зацепиться никак. Должна быть очевидна другая резина. Это жестко. Как включить лонч? Лонч непонятно. Надо читать инструкцию, но капец как лень. Если честно. Ну и ладно. Ну-ка еще разик. Да, она буксует, капец, как 3.7. Все отлично. Вот наша прям на сегодня цифра. 3.6, 3.7. Это без лонча. Просто, грубо говоря, с места, с одной педали на заднем приводе. Все равно она, причем, буксует. В лонче даже смысла никакого особо нет, потому что, если нет зацепа, то, соответственно, нету и результата. Но, ладно. Тем не менее, 3.6 отличный результат. Если сейчас немножечко, хотя бы, там, вот, знаете, накрапывать начнет, какой-то, допустим, плюс там 10, что-нибудь, такая классическая питерская история, все, уже ей будет не разогнаться. Эта машина исключительно для хорошей погоды, хорошей жизни и хорошего настроения, несмотря на то, в том, что все-таки она довольно комфортная. Я, опять же, повторяю, что, что мне нравится в ней по сравнению с ламбой, что это не корч, что она гораздо комфортнее, чем та же ламба. Почему нет ланча? Потому что, чтобы включить ланч, нужно, нужен идеальный асфальт без какого-либо уклона. Даже малейшее, это написано в инструкции, ее пришлось почитать, потому что совершенно непонятно, почему ланч не включается ни при каких условиях. Так вот, одно из важнейших условий отсутствия какого-либо уклона, и второе, это температура сцепления. Если с уклоном мы еще более-менее разобраться сможем, то со сцеплением понятно, что придется как-то договариваться, продуваться, остывать и думать. Это еще на улице холоднющий ветер и 17 градусов тепла. Сейчас попробуем. Нам нужно выключить режим авто, рукой у нас включено, и зажимаем ланч. Типа, да? Нет? Нет, не зажимаем. Нет, ланча, походу, реально не будет, потому что у нас, ну, видимо, или уклон, или температура сцепления, или ей мешает, ну, велосипедист слева, допустим. Я не знаю. Короче, кого-то она стесняется, ланча, хоть обнажимайся, как бы нет. Хотя все условия выполнены, но не могу представить. Давай уберем уклон. Вот мы выйдем сюда. Ланч, зажмем, держим. Нет. Да, окей, стартуем так. Никак не зацепиться, красавица. Никак не зацепиться. Вторая передача не имеет значения, если на первой вы все время шлифуете. И даже антибук срабатывает. Да. Давай попробуем в обратную сторону. Если этот угол ей не нравится, может ей понравится другой угол какой-либо. Ну-ка. А мы еще жаловались, что на BMW ланч капризный, да? Но нет, он не капризный. На BMW с ним похоже все в порядке. Давай, выключаем авторежим. Все. Ручной режим. Первая передача. Да, нет ланча, короче, не переживайте. Ланча нет. Поэтому удовольствуемся 3.6. Окей, окей. Опять же, разгон до 100 это не коронная фишка этой тачки. Он есть, он очень эмоциональный, он с рывком, от него прямо голову начинает шатать, но глобально вы все равно купите ее чисто из-за внешки. Все остальное, 700 сил, вот эта вся рулежка, это все ни о чем, понимаете? Экранчик очень-очень простенький, очень слабенький, навигация, все это, что-то нам из этого что-то дано, использовать это практически невозможно, и это абсолютно не имеет никакого смысла. Главное здесь это настроение и общее вот это ощущение безумной динамики. Эта машина больше кольцевая, нежели драговая. Она должна именно рулиться, ехать и ввинчиваться, но не уничтожать всех с места. Продолжение следует... в целом в ней есть что-то, что вот есть в погоде питерской, да? Видите, какое солнце, какая классная картинка, ребята, полный дубах, 15 градусов, шторм, на воду не выйти, ничего не сделать, так же и с ферой. Она идеально красивая, супер ручки, супер поворотники, супер пропорции, супер невероятные, все движения, и резанный капот, и куча аэродинамики, вот сюда воздух заходит, там откуда-то выходит, здесь забирается, там скидывается, капот, опять же, с этой дыркой, да, для сокращения лобового сопротивления, коэффициента, максимальная заявленная скорость 340 километров в час, довольно-таки неплохое багажное отделение, большое, тут даже, по-моему, лампочка, из которой сюда светит, специальные ремни, держат все феррари барахло, которое может вам пригодиться только в этой жизни, это салонный фильтр, вот как он классно выглядит, смотри, его можно прямо вот оттуда достать, чтобы он был и так далее, еще очень-очень-очень много всего, но возьмем BMW за 9 миллионов, M за 9 миллионов какой-нибудь, которая на чипе будет ехать, но так же 3 из 3 выезжать, да, у него будет максималка 250, а не 340, что это? Это мотоциклисты были, прикинь, колесо, по-моему, бахнул, не успех, чуть-чуть, с кем не бывает, ну да, у нас все получше, короче, BMW, у которого будет мультимедиа, 4 места, суперкомфортная, полный привод, она будет стабильная, ехать те же самые там 2,9 на чипе, на которой можно будет спокойно ездить зимой, начнем с того, что, да, которая стоит в 3,5 раза дешевле, и это, опять же, не имеет никакого значения, да, Ferrari, она, как и эта картинка, она очень классная, теплая, сочная, желанная, ее хочется, но при этом в реальности все немножко не так, но это не имеет никакого значения, потому что просто совместите в голове BMW и Ferrari, понятно, что здесь деньги, жир, успех, прочее, или просто АМК за 8 миллионов, который отлично выполняет свою функцию, да, рабочий агрегат, все равно классная, дорогая, быстрая в салоне отсюда кажется, да, какая она классная, а это еще и кабриолет со складной крышей, вот здесь уже у М начинаются проблемы, потому что М кабриолет за 8, ну, не получится, во-первых, во-вторых, ехать он так же, конечно, не будет, а здесь все, пожалуйста, и в наличии, та самая крыша, складывается, она просто супергениально, неудобно залезать, неудобно вылезать, это мы все забываем, одна кнопка, и начинается лютейшая магия, просто лютейшая, и это хард топ, понимаете, то есть она очень тихая и комфортная в момент, когда она не сложена, и это самое главное, это реально десептикон, просто лютейший десептикон, хорошо, заглушил, и после этого открываешь капот, который размером со спичечный коробок, технически вы удивитесь, но никакого суперкосмоса здесь нет, V-образник, 4 литра, 2 турбины, крутится в 8000 дешеша, турбины дуют со всей дури, при этом совершенно обычные катушки, по-моему, у нас даже обычный впрыск, ну-ка, секунду, я не вижу, где форсы отсюда, по ощущениям, как будто форсы стоят вообще даже обыкновенные, из такого может быть непонятного, разве что сухой картер, потому что машина все-таки рассчитана под кольцо, чтобы долго едешь повороте, не отливало масло, да, есть если вы в обычном моторе с 6500 отсечку двинете на 8, вы получаете тот самый приход, то есть если бы это был более-менее гражданский мотор, вот он вам 600-650 сил, все остальное докручено исключительно дикой отсечкой, ну, естественно, в связи с этим, чтобы это все хорошо продувалось, немножко другие коллектора на впуске, все очень жирное, впуск-выпуск, огромные диаметры, везде, все продумано, все супер, но глобально это не какая-то там суперкосмические технологии, коробка робот, 7 ступеней, обычная, все едет рулится, ну, и за счет, естественно, сухого картера мотор лежит просто в полу, то есть мотор лежит ниже колеса, в пример, да, у мотора, мотор вот здесь заканчивается, мотор V8, вот отсюда начался и здесь закончился, то есть он очень компактный и лежит прямо в полу естественно в базе, естественно, за ним собственно ни черта нет, редуктор, карабас там бедный прям спрятался ему тяжеловато и все и привет поехали, алюминиевая рама ну, глобально тут не суперинженерия, просто все это выверено до самых сотых грамма, то есть по развесовке, по разбалансировке и так далее, но это раз, два, если мы начнем, о, шелл, прикольно, два, если мы начнем говорить в цифрах, разгон 2,9 на сегодня, ну, я думаю, никого прям супер, не шокирует, это очень быстро, но не лучший результат, если мы говорим про кольцо, на Нюрнбург-ринге, что-то я особо Феррари там прямо в самых топах-то не видел, есть там и другие машины, и все это едет, опять же, быстро, уверенно, здорово, но, опять же, не суперкосмос, хотя и весит тонну 700, на метр с кепкой высотой, метр двадцать, до всего высоту автомобиля, сегодня, в который раз, я уже вам повторяю, что купите вы ее не из-за этого, а просто из-за того, что она при всех этих характеристиках, которые вроде как есть у остальных, чертовски красивая, чертовски красивая, она едет так же быстро, как другая, но красивее, она весит так же, как другая, но она, блин, произведение искусства, она все может делать, тут полного привода не хватает, но она супернизкая, суперширокая, и мы просто сейчас стоим в этой картинке и понимаем, что нам, наверное, сейчас никто другой не сможет дать такого вида, если рядом мы поставим Aventador какой-нибудь, наверное, он тот же будет иметь вид, за счет таких же пропорций, широкая, низкая, огромная машина, но суть-то в этом, что покупаете вы ее в итоге, чисто из-за внешки, все остальное есть у конкурентов, ребят, Pewey, я уже читаю этот комментарий для кого снимаются такие обзоры зачем мы это смотрим и зачем нам вообще это надо ребята отличный вопрос на самом деле например я себе такую машину точно никогда не куплю ну с моей точки зрения нет смысла тратить 26 миллионов на одну машину хотя она безусловно очень крутая когда за эти же 26 миллионов я куплю себе 5 чего-нибудь еще и к примеру у меня будет там я не знаю вертолет можно купить можно купить такую же быструю машину только не такую конечно красивую да и вертолет круто обалдеть как круто на самом деле но у каждого подход свой это машина для тех у кого есть уже и вертолет и другая машина и еще 26 миллионов это все понятно мы то смотрим это и я делаю этот драйв для чего понятно что никогда не получится но ведь интересно узнать как оно там и мы до этого все вот мы мы все с ребятами вместе пришли и начали разбираться что за ferrari как она называется какая разница мы поняли что это f8 spider если бы не прочитали это на приборке мы бы этого не узнали через час езды я достал и стоявку 720 лошадей надо же как удивительно мы ничего про эту машину не знали да и знать то собственно не надо потому что на самом деле она просто красивая она комфортнее чем ламба она дороже чем ламба и это совершенно экзотика если даже ламбы в питере водятся есть их можно увидеть и посмотреть то это совсем из ряда вон машина падающая с небес и конечно она далеко не идеально но тем не менее я понял что вот она не зря присутствует знаете в прокате себе бы не купил но потратить на нее денег в плане взять в прокате и поездить почувствовать себя супер звездой когда тебя все фотографируют не потому что узнают тебя и видели на ютубе а потому что ты просто в идеале какой-то невероятный железный человек который вот на этом всем спустился как тони старк реально хотя он конечно не ездил на ferrari но это что-то просто из космос таким образом эта машина действительно идеальным образом присутствует именно в прокате ярослава вы тоже с красными акцентами мы с вами пытались сегодня как-то вместе соответствовать да но мой уровень конечно это кеды ваш немного повыше но ничего страшного самое главное значит вопрос как всегда расскажите мне это вот байку или нет про очередь что с рари слушай ну ты же сам знаешь как мы забираем у вас обычно все что появляется это сразу две-три недели и до свидания конечно ты понимаешь что эта машина вот единственная санкт-кетербурге есть еще два купе серый и черный и только один spider поэтому когда ты едешь ты без привлечения может сказать что ты единственный лучший и неповторимый ощутил это внимание который всего в избытке в избытке правда ли что это самая дорогая машина в прокате верно это моя самая давняя детская мечта я не знаю я смотрю на нее сама себе завидую то есть она поборола урус до этого самый дорогой у вас был урус теперь у вас есть сверх дорогая ferrari да теперь на нет проблем и ламбо или пера у меня на самом деле тоже потому что честно я весь обзор это говорю что ламбо это все-таки больше корч на этой машине можно выжить день не проблема даже не то что выжить даже в принципе с кайфом сходить в ресторан сесть обратно и снова наваливать в ламбе это не получится ты будешь выжить как лимон сегодня я чувствую себя комфортно в конце дня напоминаю что это прокат daydream естественно ссылочки на которые вы без проблем найдете в описании как говорится записывайтесь вставайте в очередь однажды повезет и вам спасибо вам что смотрели эту серию спасибо вам что выдали эту машину спасибо вам пацаны что снимали мне спасибо за то что я просто я не разложил сегодня хотя все варианты были огромной вам удачи и пока конечно расходимся красиво расходимся